Традиционно это больше, чем протокольное мероприятие. Подведение итогов социально-экономического развития Ленинского района это еще и своеобразная площадка для общения. Многочисленные общественные и муниципальные организации представили тематические стенды. Оценивая прошедший год, многие участники слушаний, особенно посвященные в дела района, отмечали, что проделана огромная работа, но останавливаться на достигнутом не стоит. Какую-то планку, определив очень высокую, то, чему насущает губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев и говорит о том, что мы лидеры во всей Российской Федерации, мы должны удерживать. И у лидера очень самое главное и важное качество не понижать планку, а стремиться все выше и выше к новым достижениям. Начал свое выступление глава муниципалитета с оценки общей социально-экономической ситуации в районе и постановки задач на ближайшую перспективу. Как подчеркнул наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, лидерство – это умение побеждать и работать на опережение. Но это не самоцель. А очень конкретная задача, решение которой направлено на качественное улучшение жизни людей. Ленинский район является одним из лидеров среди муниципальных образований Московской области по привлечению инвестиций. Чистые инвестиции без жилищного строительства в прошлом году составили 14 миллиардов рублей с ростом более чем 50%. А общий объем вложений в основной капитал приблизился к 35 миллиардам рублей. Олег Хромов заявил, что с 2017 по 2021 годы будет запущено 17 крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 32 миллиардов рублей. Наравне с производством глава района отметил рост и в торговле. В 2016 году на территории района открылись 42 новых объекта потребительского рынка, самый крупный из которых Леруа Мерлен. В планах 2017-2018 годов вот новых крупных торговых центров, таких как ритейл-парк, метро, лента и икея. Сказал глава и о дорожной инфраструктуре. В 2016 году был выполнен ремонт 25 муниципальных автомобильных дорог протяженностью более 12 километров. В 2017 году к ремонту уже запланировано 65 муниципальных автомобильных дорог на территориях городских и сельских поселений района. Из них 17 планируется отремонтировать на условиях софинансирования из бюджета Московской области. Наиболее частые и острые вопросы, которые ставятся жителями, касаются благоустройства и ЖКХ. В 2016 году комплексно отремонтировано 30 дворовых территорий. Создано порядка 3000 новых парковочных мест. Установлено 34 детские игровые, 26 спортивных площадок. В сфере дошкольного образования самым показательным является исполнение указа президента Российской Федерации о ликвидации очереди в детские сады для детей в возрасте от 3 до 7 лет. На начало 2016 года данный показатель нами исполнен благодаря открытию 4 новых детских садов, 2 из них после реконструкции за счет средств местного бюджета. Глава района озвучил ситуацию в социальной сфере, получение жилищных субсидий, адресной поддержки граждан, материальной помощи малообеспеченным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Система социальной поддержки населения района выстроена таким образом, чтобы обеспечить эффективную работу по решению проблем маломобильных групп населения, малообеспеченной категории граждан и работников бюджетной сферы. По словам главы района, работа с общественными организациями, инициативными группами и активными жителями вышла на новый уровень, где главная – конструктивная совместная работа органов власти и общественных активистов. Проведено более 200 крупных общественно-политических и культурно-массовых мероприятий, в том числе два молодежных форума по делу, четыре муниципальных форума управдом, экологический форум, состоялись 10 моих личных встреч-семинаров с жителями. В заключении глава поблагодарил депутатский корпус района и поселений, глав поселений, трудовые коллективы, жителей и общественность за конструктивный диалог и плодотворную работу. В 2017 году нам всем нужно не останавливаться, стремиться вперед, работать на результат. Только так мы сможем находиться в авангарде общей стратегии нашего региона, идеологии, лидерства. Благодарю за внимание. Традиционно по окончании мероприятия было проведено награждение граждан района, оказавших значительный вклад в развитие социальной, культурной и экономической жизни муниципалитета. Под зановость мероприятия глава района ответил на многочисленные вопросы жителей и общественников. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.